Поговорим еще о постановке силового удара, например, на мешке или вообще на любой другой цели. Это можно делать в рукопашном варианте, это можно делать в ножевом, в спортивном ножевой бой, с палками, чем угодно. Берем какой-то один удар из всего разнообразия, который мы хотим поставить, чтобы он был акцентированный, сильный, мощный и в свое время. Первый раунд мы, давайте, например, если говорить про пустые руки, это у нас будет апперкот. Если говорим, например, на примере еще ножа, это будет реверсивный порез. Итак, первый раунд мы ходим и спокойно разогреваемся, готовим связочек, набрасываем тот удар, который мы хотим отработать. Способлю вид, разные дистанции набрасываем. И так, раунд. Соответственно, с ножом мы ходим. Выбираем вариант, то есть у нас не должно быть отличия, что в поединке мы делаем вот такой удар, отрабатываем атаку. Нет, мы сразу готовим то, что мы будем применять. Соответственно, вот, короткий, мощный. Это первый раунд. Второй раунд. Сейчас спокойно двигаемся, выбираем момент, и каждые 5-10 секунд наносим одиночный мощный удар. Тот, который мы отрабатываем. То есть... Собираемся, сосредотачиваемся. И наносим мощно, быстро, насколько можем себе это позволить. Мы настроены на один этот удар. И, соответственно, в третьем раунде мы учимся этот удар прятать, чтобы он был неожиданным. То есть, если есть возможность нанести, нужен нам удар, соответственно, нам хватит второго раунда, чтобы побрасывать, нанести. Чаще всего, говорили, поединка, противник не желает, чтобы мы что-то применили. Видите, как-то изворачивается, двигается. Поэтому нам нужно его подготовить. Например, двигаемся, это может быть, финт, удар. Финт, удар. Защитное действие, удар. Двигаемся, защитное действие, удар. Сбив, удар. Удар, удар. Освоив одиночные варианты, одно движение и выход на удар, переходим уже к комбинациям. Выбираем несколько комбинаций, которые, по вашему мнению, будут рабочими. Выбирайте творческие. Сначала по одному, потом комбинации. С ножом, соответственно, то же самое. Показать путь к волну. Заканчиваем. Необходимым нам действием. Пробуйте, ищите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова